МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ХАРД НЮС. Утром на ТВК. 6.36 на часах красноярцев. Вы смотрите ХАРД НЮС на ТВК. Первые новости в телевизионном эфире Красноярска. Доброе утро. Ну что, Сергей Григорьев, Татьяна Ушакова в этой студии. Познакомим вас с самыми свежими новостями, которые мы отыскали. И начнем с того, что мы, вероятно, немного проспали. Итак, что же случилось сегодня ночью? Новые ночью. Мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 48 мест для строительства храма Святой Екатерины. В него вошел сквер у драмтеатра, который защищали местные жители. Правда, список появился на старом портале администрации. Подробности уже через пару минут. Канцлера Австрии Себастьяна Курца отправили в отставку. Вутум недоверие выразили и всему правительству. Это связано со скандалом, в котором фигурирует племянница русского миллиардера. Китайские пограничники при въезде будут проверять переписку в мессенджерах. Например, WhatsApp и Viber. Что это будет, расскажем позже. И начинаем с новостей из Екатеринбурга. Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для строительства храма Святой Екатерины. В нем 48 пунктов. Есть и сквер у театра драмы, который защищали люди. При этом часть площадок между собой повторяется. Например, недостроенное здание напротив сквера и площадь на месте. Недостроя на улице Бориса Ельцина. Это одно и то же место. Еще из того, что заметили пользователи, какие-то места обозначены точным адресом, а другие только названиями районов. И главное, этот список опубликовали почему-то на старом сайте мэрии. В пресс-службе администрации сначала не смогли объяснить, заявив, что видят список впервые и в нем должно быть 37 мест. Но позже уточнили, что публикация действительно готовилась. Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземко объяснила, что информацию разместили на подсайте мэрии из-за технического удобства. Якобы список будут обновлять каждое утро до 30 мая. Так как он формируется автоматически, в нем могут быть ошибки. Напомню, 13 мая в Екатеринбурге начались массовые протесты против строительства храма в сквере у театра. Они переросли в столкновения со сторонниками строительства и силовиками. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей. После этого его строительство церкви приостановили. По другим новостям уже зарубежным, Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики. Это связано со скандальным видео, которое появилось в сети на днях. При этом сами кадры были сделаны два года назад. На видео теперь уже бывший вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахе обсуждает политические вопросы с племянницей российского олигарха. Ей хотели продать местную газету для информподдержки избирательной компании. В обмен девушке обещали предоставить доступ к строительным госконтрактам и помочь в получении лицензии на игровой бизнес. После публикации Штраха ушел в отставку, парламент Австрии выразил вотум недоверие канцлеру Курцу и его правительству. Это произошло впервые в современной истории Второй Австрийской республики. И теперь новости, которые связаны с въездом в Китай. При въезде в Китай придется показывать не только документы, но также диалоги в мессенджерах. Об этом сообщает Генеральное консульство России в Гуанчжоу. Там предупредили россиян, что на границе сотрудники могут попросить вас показать переписку в eChat, WhatsApp, Viber и других приложениях. Исключительно, конечно, ради того, чтобы проверить, соответствует ли официальная причина визита тому, что вы рассказывали друзьям и знакомым в сети. Пограничники вправе проверить видео и фотоматериалы, электронные документы, переписки и вложения. Если, как пишут СМИ, у вас найдут компрометирующую информацию или расхождение в том, зачем вы едете в Китай, во въезде вам могут отказать. Вот что будет дальше, судя по материалам генконсульства. Туриста отправят в специальное помещение, куда запрещен доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Покормят один раз и отпустят только на ближайший рейс уже на родину. Так что, уважаемые туристы, перед тем, как отправляться в Китай, проверьте тщательно свою переписку во всех мессенджерах. Их могут проверить. К другим новостям, новостям статистики. Большинство россиян положительно оценивает позиции России на мировой арене. Это данные в ЦИУМ. Эксперты провели опрос, и 72% опрошенных заявили, что их влияние России на международной арене устраивает. Тех, кто считает, что позиции нашей страны не так уж и сильны, всего оказывается 19%. При этом среди сторонников непарламентских партий, а также тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое или очень плохое, а это выше 31% и 26% соответственно. Специалисты опросили 1600 респондентов старше 18 лет. Я добавлю, что накануне стало известно о том, что рейтинг Путина упал до исторического минимума и составляет чуть больше 30%. Социологи при этом утверждают, доверие к главе государства начало снижаться с июня 2018 года. Как мы помним, это тот самый период, когда повысили пенсионный возраст в нашей стране. На этом о том, что мы проспали этой ночью, все. Теперь анонсы сегодняшнего дня. Европейские страны собираются на экстренный саммит ЕС. Тема для обсуждения – нестабильная политическая обстановка. О ее причинах далее в выпуске Хард Ньюс. Тем временем в России празднуют День пограничных войск. В Красноярске, например, будут перекрытия в центре города. Подробности позже оставайтесь с нами. И вступил в силу закон о перерасчете пенсий. Сколько прибавят и как рассчитать, объясним вместе с финансовым экспертом. Не переключайтесь. Хард Ньюс. Утром на ТВК. Итак, доброе утро. Еще раз всем. Это Хард Ньюс на телеканале ТВК. Мы продолжаем. И прямо сейчас самое актуальное о том, что вы можете прочитать более подробно в сети. В Перми строительный кран упал на одноэтажный деревянный дом. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Комментариев от МЧС тоже нет. Жильцы соседних домов говорят, что во время грозы кран мотало и крутило. Видимо, непогода и стала причиной ЧП. Чуть позже глава администрации Дзержинского района Перми сообщил, что при падении крана повреждены три частных деревянных дома. В них проживают 15 человек. Жильцы не пострадали. По предварительным данным, пострадала крановщица. Она сломала ногу. Желаем здоровья. Двигаемся дальше. Что еще пишут? Сына экс-сенатора Совета Федерации Амира Галямова арестовали на два месяца. Ранее парень признался, что употребил кокаин, поэтому якобы испугался, когда его остановили полицейские, дал по газам и сбил инспектора ДПС. Давайте расскажем, с чего началось. Началось все с того, что во время проверки документов у парня нашли признаки административного правонарушения. Поэтому он решил скрыться и вдавил педаль газа в пол. Затем началась погоня. После 20-минутной езды Тимур все-таки остановился на светофоре, но быть пойманным не захотел. По всей видимости, сбил инспектора, который пытался преградить ему дорогу. В итоге лихача поймали и обвинили по статье применения насилия в отношении представителя власти. Сотрудника ДПС госпитализировали, и на видео, размещенном в сети, попал как раз момент наезда на инспектора. И еще кое-что, связанное на этот раз уже с хоккеистами сборной России. В сети стали распространять видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. На нем запечатлен спортсмен, спящая девушка и подозрительный порошок. Как сообщает телеканал 360, Кузнецов не стал отрицать, что на видео именно он. Но у хоккеиста нашлись объяснения. Далее цитата. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 в Вегасе, когда мы выиграли кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер, когда увидел, что там у них происходит, незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Также спортсмен добавил, что кто-то решил сыграть на недавнем вылете сборной России с чемпионата мира по хоккею и пожелал справиться этому человеку со своей совестью. Все же третье место в чемпионате мира по хоккею это неплохо. Благодарим еще раз наших спортсменов, какими бы они ни были вне арены. Сейчас к новостям, точнее к информации о погоде в городе Красноярске. В нашем городе прямо сейчас температура воздуха составляет около плюс 6 градусов. Еще прохладно. Днем обещают потепление плюс 17 градусов. Ну и вечером снова похолодание. Плюс 11. Лето еще не торопится в наш город. Ветер переменный 24 метра в секунду. Будет облачно с прояснениями. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Ну и для тех, кто с самого утра уже следит за курсом валюты, мы вам подскажем. Доллар стоит сегодня по курсу ЦБ 64 рубля 46 копеек. Евро 72 рубля 19 копеек. На этом ленту новостей мы пролистали и самое главное оттуда выцепили. Теперь нужно идти к повестке сегодняшнего дня. Чего ждать от 28 мая. Сегодня ожидаем. Европейские страны собираются на экстренный саммит ЕС. Тема для обсуждения нестабильная политическая обстановка. О ее причинах далее в выпуске Hard News. Тем временем в России празднуют День пограничных войск. В Красноярске, например, будут перекрытия в центре города. Подробности позже. Оставайтесь с нами. И в России вступил в силу закон о перерасчете пенсий. Сколько прибавят и как рассчитать, объясним вместе с финансовым экспертом после блока полезной информации. Доброе утро. Я напоминаю, вы смотрите Hard News на ТВК. Это самые свежие новости и самые первые новости в Красноярске. Сейчас в этом блоке мы вам расскажем о том, чего ждать от сегодняшнего дня, какие новости наверняка появятся в ленте в течение 28 мая. Сегодня лидеры и представители европейских государств собираются на экстренный саммит Евросоюза. Причиной стали выборы в Европарламент и смена власти сразу в нескольких институтах ЕС. Кроме того, не исключено, что недавнее заявление Терезы Мэй об уходе с поста премьер-министра Великобритании в очередной раз вносит неясности в ситуацию с выходом Англии из Евросоюза. Речь о так называемом Брекзите, который должен состояться осенью этого года. Нестабильная политическая обстановка в Европе и станет основной темой для обсуждения на экстренном саммите. Тем временем в России все стабильно. И благодаря некоторым людям сегодня, 28 мая, отмечается День пограничника. Значит, на улицах можно будет встретить в разы больше людей в форме, чем в обычный день. Не забывайте их поздравлять. Если видите, также имейте в виду, что сегодня в Красноярске из этих самых праздничных мероприятий частично перекроют центральные улицы. Так, внимательно слушаем. С 9 утра и до часу дня движение будет закрыто. По проспекту Мира, на участке от улицы Обороны до Диктатуры Пролетариата. Также улица Дзержинского, от Маркса до Ленина. И нельзя будет проехать вдоль центральной библиотеки, возле луча тот самый проезд. Кроме того, будет закрыта парковка на площади Революции неподалеку. Оставлять машины на всех этих участках запретили еще со вчерашнего вечера. Будьте внимательны на дорогах. И, конечно же, поздравляйте с Днем пограничных войск своих друзей и близких. Мы продолжаем сейчас тема пенсии. В Россию вступил в силу закон о перерасчете пенсий. По новой схеме выплаты должны превысить прожиточный минимум. Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а затем проводится индексация. Раньше у пенсионеров была страховая пенсия, ежемесячные выплаты и соцподдержка. Выплаты индексировали и доплачивали сумму до прожиточного минимума. По сути, сумма не менялась даже после индексации. Теперь же рассчитывать будут совсем по-другому. Я вот напомню, что с 1 января этого года пенсии уже проиндексировали на 7,5%. Эта прибавка тогда составила 532 рубля. Сейчас эти деньги будут выплачиваться сверх суммы в 8846 рублей. Это именно столько составляет прожиточный минимум в нашем Красноярском крае. То есть пенсионер получит теперь 9300 рублей. Если до сих пор еще непонятно, то попробуем объяснить, что на деле происходит устами нашего бизнес-эксперта Андрея Лопатина. Давайте послушаем его комментарий по этой теме. Наконец-то то, о чем обещал президент еще в феврале, начинает действовать. По сути, были приняты, во-первых, новые законы, которые касались индексации пенсии. А сейчас еще и приказ Министерства труда с 26 мая начинает действовать. Смысл заключается в том, что сначала идет пенсия, к ней перерусуется доплата. И в совокупности это должно быть больше, чем прожиточный минимум пенсионера. А потом уже идет индексация. И в идее, конечно, ежегодно должна быть все больше и больше получаемые деньги, которые пенсионеры у нас получают. Сумма должна увеличиваться. Есть, правда, один небольшой нюанс. Если при этом не менять прожиточный минимум пенсионера, то и индексировать не придется. Раньше процедура была достаточно несправедливой, потому что она позволяла уменьшать вот эту социальную доплату. И в итоге пенсионер даже с учетом индексации получал только прожиточный минимум. Опять же, в идее сейчас все должно быть лучше. Но как оно будет реализовано, ну, наверное, уже не один пример был того, как у нас очень хорошие идеи не воплощались в жизнь с должным энтузиазмом, что называется. Это был блок новостей, которых нужно ожидать от сегодняшнего дня. Пенсии, День пограничника и ситуация в Евросоюзе. Будем следить, продолжать следить за этими событиями. Все подробности на сайте tvk6.ru и, конечно же, в выпуске новостей ТВК. Но сейчас давайте напомним, что мы проспали, какие новости этой ночью. Новые ночью Мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 48 мест для строительства храма Святой Екатерины. В него вошел тот самый сквер у драмтеатра, который защищали местные жители. Правда, список появился почему-то на старом портале администрации. Канцлера Австрии Себастьяна Курца отправили в отставку. Воту недоверия выразили и всему правительству. Это связано со скандалом, в котором фигурирует племянница русского миллиардера. И китайские пограничники заявили, что при въезде будут проверять переписку в мессенджерах WhatsApp и Viber. В этот день отключат только федеральные аналоговые каналы. Местные телеканалы продолжат вещать в прежнем режиме. Если у вас современный телевизор, то он способен принимать и цифровые, и аналоговые каналы. Чтобы комфортно смотреть и местные, и федеральные новости, необходимо подключиться к кабельному оператору. В настоящий момент так сделали 80% красноярцев. Смотри ТВК в эфире и в кабельных сетях. Хард Ньюс. Вечером вновь опустится куртки снова пригодятся. Плюс 11%. Ветер переменный 24 метра в секунду. Облачно с прояснениями дождя не обещают, по крайней мере, синоптики так заявляют. Давление 749 миллиметров артутного столба. На этом мы заканчиваем выпуск новостей. Хард Ньюс. Первые новости Красноярска на телеканале ТВК. Их провели для вас Сергей Григорьев. И Татьяна Ушакова. Встретимся с вами еще в информационных блоках в Новом Утре. А пока что пора двигаться к детскому конкурсу ближе. Я перебегаю туда. К Антону перебегаю. Я ухожу. Пока. Продолжение следует.